Если вы достаточно внимательно будете смотреть кино, то заметите, что в фильмах и сериалах часто телевизор используется далеко не просто так. Он несет в себе свою смысловую нагрузку, добавляя подтекст в сцену. И сегодня я, Артем Бергман, на этом канале «Изы кино» расскажу, как интересно кинематографисты используют телевизор в своих работах. Давайте начнем с классического примера из фильма «Один дома». Здесь главный герой использует запись с фильмом для того, чтобы отпугнуть грабителей. Но самое интересное тут, что это чеховское ружье. Ранее Кевин уже смотрел этот фильм, и таким образом он знает его содержание, что позволяет органично использовать такое решение. Если бы главный герой рандомно бы включил телевизор на этом моменте фильма, то это было бы странно и нелогично. Именно поэтому в сценарии была сцена, где Кевин сначала смотрит этот фильм. Интересно еще то, что при первом просмотре фильм его пугает, а в этой сцене персонаж наслаждается им, и это показывает его изменения по ходу истории. Перейдем к примеру из второго сезона сериала «Охотник за разумом». В начале почти каждой серии мы видим странного мужчину в очках. Это своеобразный сквозной сюжет, а этот человек – это серийный убийца B2K, что расшифровывается как «связать, пытать, убить». В тизерах мы наблюдаем развитие психопатологии маньяка, и в контексте этого есть одна очень интересная сцена после того, как жена убийцы застала его за актом садомазохизма в начале второго сезона. Давайте посмотрим фрагмент сцены. «Охотник за разумом» Я бы обратил внимание на фразу «На вашем месте я бы этого мужчину кастрировала». В этот момент жена B2K смотрит на телевизор, и тут возникает подтекст. С экрана женщине будто идет намек, как нужно поступить с мужем-изращенцем. Это создает глубину в сцене, что является символом Финчера, который любит играть очень тонкими нитями. Жена дает мужу книгу. Интересно, как режиссер и режиссер монтажа тут преподносит информацию. В начале мы не видим детального плана на книгу, когда девушка кладет ее мужу, и когда он ее берет. Многие использовали бы тут именно детальный план, но Финчер действует иначе. Он показывает на среднем плане, как B2K листает книгу и смотрит ее название, и только потом нам раскрывается, что же на ней написано, то есть сексуальное отклонение. Что интересно, раскрытие происходит в конце кадра, и в итоге за счет такого монтажа максимально долго держится интрига. А затем герой переключается на телевизор, где видит сексуальную блондинку в короткой юбке и на длинных каблуках. Стоит иметь в виду, что проистование идет в конце 70-х, начале 80-х годов, и такой внешний вид вполне можно назвать вульгарным для того времени. Таким образом, Финчер визуально показывает, что персонаж переводит внимание на телевизор с книги и выбирает потакать своим сексуальным фантазиям. Да и сами реплики с экрана имеют подтекст. Тут явно есть намек на секс в словах, и это отлично вписывается в контекст самой сцены. В фильме «Блондинка» о Мэрлин Монро есть одна очень дискомфортная сцена, в которой интересно работает телевизор. Когда все начинается по телевизору, мы видим длинные фаллические символы в виде пушки и ракеты, которые укладываются в контекст сцены, где главная героиня начинает наяривать мистеру-президенту. Причем ракеты и пушки поднимаются, что также не просто так. Тут, думаю, контекст и так понятен. Сам переход на телевизор идет по линии взгляда, ибо Мэрлин смотрит в сторону телевизора и далее по сути ее субъектив, что помогает органично заявить телевизор с помощью монтажа. Затем мы видим самый дискомфортный кадр сцены и само решение блоуджобного плана. Вот тут режиссер использует не самое стандартное решение для таких сцен. Он берет детальный план главной героини, которой занимает весь кадр, особенно с учетом соотношений сторон 4 на 3. Такие кадры вообще часто создают некоторое смущение, но в данном случае это смущение еще более мощное и даже, я бы сказал, отвратительное. Понятно, что такая крупность обусловлена тем, что это не порно, но и сама точка съемки в этой ситуации вызывает отвращение. Почти весь блоуджоб мы видим этот неприятный кадр, и это создает все более неприятные ощущения. Далее идет слом четвертой стены, и мы видим кинозал, что создает такой постмодернистский прием, когда субъект становится объектом. И это отлично работает эмоционально и создает еще большее отвращение, так как режиссер ставит нас на точку зрения зрителей зала, сравнивая происходящее по сути с таким софт-порно. Ну а затем телевизор работает вновь, и мы видим, как ракеты попадают в летающую тарелку и следует взрыв, который визуализирует, ну сами понимаете что. И это отличный пример того, как телевизор может добавлять подтекст сцены без демонстрации всех деталей и превращения фильма в настоящее порно. Перейдем к сцене из сериала «Во все тяжкие». Тут телевизор лучшим образом работает как подтекст и помогает усилить реакцию Скайлер. В начале сцены мы видим подавленную героиню, а за кадром слышны звуки выстрелов из телевизора. Далее Скайлер идет в комнату и видит, как Уолт и ее сын с удовольствием смотрят фильм «Лицо со шрамом», где Тони Монтана пачками жестоко убивает людей. Скайлер шокирует от жестокости то, что ее муж и сын смакуют фильм, где насилие превозносится в абсолют. Также героиня знает, что ее муж убивал и боится его, и тут телевизор создает еще одну ассоциацию с Уолтом. Кстати, выбор фильма «Лицо со шрамом» тут не случайен. Создатель сериала Винс Гиллиган как-то отмечал, что Уолт по ходу развития истории превращается из учителя химии в Тони Монтану. Далее еще один интересный момент в монтаже по звуку. Здесь выстрелы рифмуются с пересчетом денег, и можно сказать, что создается ассоциация денег с насилием, ибо это средство, полученное с наркобизнеса. Перейдем к примеру из фильма «Однажды в Голливуде». Несмотря на то, что я уже не раз упоминал эту сцену, мне она кажется одним из самых ярких примеров использования телевизора в кино. Здесь в один момент девушки-хиппи переключают телевизор, и мы слышим напряженный саспенс-саундтрек, который отлично подходит для этого момента. Интересно, что телевизор Тарантино заявляет ранее, чтобы был понятен источник звука, и зрителю было ясно, что это не закадровый саундтрек, а именно музыка, играющая в кадре. Такое решение выглядит более интересным, чем использование традиционного саундтрека, а музыка, играющая внутри кадра, добавляет жизни изображению. Давайте перейдем к примеру из «Фарга» братьев Коэн. Здесь используется довольно традиционный монтажный переход, который можно встретить в кино. Героик Стива Бушами старается настроить телевизора. Камера наезжает, чтобы телевизор заполнил всё поле кадра. При склейке сцен мы видим, как вдруг телевизор заработал, и следует уже отъезд, который раскрывает новую сцену и показывает зрителю, что мы находимся в другом пространстве. Говоря о склейке, стоит отметить, что в этот момент стыка идёт нарастание музыки, которая выходит на пик в момент склейки. Также нарастает частота и сила ударов Карла, и стык приходится прямо на самый сильный из ударов. Музыка и удары по телевизору помогают сгладить склейку и сделать её ещё более плавной и органичной. В момент, когда телевизор работает, мы видим передачу по дискавери. Здесь есть детальный план жука, который что-то поедает, и это создаёт не самые приятные ощущения. Такой выбор передачи вряд ли случайен, и он говорит о неконтролируемой агрессии и насилии, которые являются главными темами фильма. Это были примеры того, как интересно используется телевизор в кино. Если вы знаете ещё подобные интересные примеры из фильмов и сериалов, то пишите их в комментариях. Если вам было полезно это видео, то ставьте ему лайк, пишите комментарий в поддержку, и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем вам большое спасибо за просмотр, и до новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok